коллеги всем здрасте сегодня будем говорить снова про микросервисы тема не предстоит быть актуальной но сегодня у нас будет несколько практическое занятие которое собственно говоря определяет концепцию построению на основе шаблон шаблон для построения микросервисной архитектуры на платформе аспадут netcore называется он nimble и в общем давайте вспомним некоторые определения штука микросервисной архитектуры и для чего это собственно говоря нужно пока вы читаете определение я скажу что они был фреймворк получил версию 3.1 не случайно теперь он соответствует платформе аспадут netcore 3.1 появились новые возможности по реализации с и курсии то есть через паттерн медиатор осталась возможность используя в райтовал и увидел контроллер я об этом скажу позже ну и в общем то так же как и раньше шаблон nimble фреймворка использует rest протокол с используем джейсон данных формате джейсон в общем то давайте посмотрим что в шаблоне появилась вернее было просто освежим немножечко память и так шаблоне есть ноги пакеты которые позволяют работать базы данных реализуют юниту work в общем то позволяет маппить все описано предыдущих видео пожалуйста посмотрите если интересно но в общем общее понятие смотрите идите фреймворк на него надстройка юнит убор для пакета с айдентики сервера есть живите и баррер авторизация все остальные второстепенные да так сказать микросервисы вашей архитектуре могут не использовать айдентики сервер ну я думаю что он у вас один в сети может быть потому что он реализует достаточно много функционалов но и собственно говоря есть макинг в шаблоне соответственно есть оперешен резал в одном из моих видео можете посмотреть что это такое реализован пэйджик лист в общем и собственно говоря самая важная штука это риды он ли евро это был контроллеры плюс теперь появился медиатор паттерн который реализован по принципу секверси и так что есть в шаблоне теперь давайте с другой стороны посмотрим на то что собственно говоря реализовано в этом нимбл фреймворке и так есть база данных до основы ступоля выступает entity framework core в котором реализован сидинг то есть наполнение первоначальное и надо сказать что все сущности имеют идентификатор ну так называю первичный ключ будет тип будет и соответственно все что в нем построено работает на именно по этому принципу то есть при с использованием будет идентификатора дальше у нас есть определенная security да какая-то рамка где есть авторизация авторификация и собственно говоря стоящий в стороне identity сервер но хочу опять же повторится что это security работает для всех шаблонов но только identity то есть только шаблон нимбл фреймворка с identity сервер может авторизовать другие сервисы все остальные то есть второстепенные сервисы вашей системы могут ходить на этот сервис авторизации и проверять там свой токен дальше у нас по на век поверх от этого датабейса реализован юниту work который собственно говоря имеет себе репозиторий который собственно опять же говоря реализует транзакции и умеет отслеживать last error tracking то есть последнюю ошибку при сохранении при операции с базы данных на мой взгляд это очень удобно в общем то есть примеры этого использования если нет пишите расскажу также поверх того что у нас есть юнит ворк у нас есть проекция да то есть projection так называемый сущности в в моду и причем у нас также реализована валидации тифе модулов есть реализация factory и собственно говоря есть mapping который построен на базе автоматера давайте разберем концептуальные слои смотрите опять же я говорю уже более такой упрощенный вариант есть у нас база данных есть юнит ворк теперь в предыдущей версии nimble фреймворк версии 3.0 была реализация крут контроллеров которые были ритон леврайт оба у которой есть там определенные исследования есть есть какие-то методы и теперь в новой реализации появился еще и медиатор то есть это реализация секурс а через query хендеры я попозже покажу как это работа что собственно говоря было у нас был крут контроллер пачка одну то есть два вернее риду или контроллер и в райта был контроллер в риду он ли контроллере у нас было два метода get by id и get paid то есть если у вас есть какая-то сущность например карль ну там автомобиль да вы создавали cars контроллер и делали от нее наследование от риду он ли контроллер у вас автоматически появлял появлялся два метода get by id и get paid если вы хотите хотели сделать какой-нибудь круто да полноценный то есть вы наследовались от writeable контроллер концепции nimble фреймворк опять же и у вас еще дополнительно появлялись методы post item, put item, delete ну и в общем-то два вспомогательных метода create get create view model и get update view model так как read-only является прародителем в writeable то есть writeable наследуется от read-only контроллера то и того у вас появлялось 6 методов 7 да которые позволяли полностью управлять сущностью минус этого подхода был в том что вы не могли контролировать методы да которые там допустим вы хотели только get by id и post в общем вот такой варианта не было то есть у вас появлялись либо все либо либо ничего этот подход был исправлен был решено сделать еще один так называемый крут подход но теперь в концепции медиатор да то есть secure s который позволяет через query handler оперировать сущностью опять же скажу что все это реализовано по подобному образу и над стройкой дна юниту вор который уже существует системе то есть теоретически вы можете об этом чуть позже так смотрите есть qr и да то есть если вы используете другой подход secure s то вы можете использовать qr и и собственно говоря к этим qr и есть определенные хендеры как работает медиатор я рассказывал в одном из своих предыдущих видео вы собственно можете посмотреть тогда вам станет понятно что такое query handler так вот в чем плюс этого подхода вы можете создать обыкновенный контроллер в котором сделать методы например get by id и post item да то есть собственно говоря вы сами выбираете какие контроль какие методы в вашем контроллере могут быть более того и в первом круге и во втором круге вы имеете возможность расширять функционал существующих методов более того можете оверайдить эти методы полностью можете создавать дубликаты этих методов ну соответственно с другим именем и таким образом получается что у вас ну как бы развязаны руки по поводу того какой функционал куда прилепить я еще немножечко хочу рассказать про крут контроллер первая часть эти контроллеры как и все остальные могут работать по другому принципу в общем то речь идет о том что давайте так чтобы было понятно есть крут контроллер один то есть гриды был в райтовал и есть крут контроллер 2 вы можете использовать либо тот либо другой более того вы можете использовать оба вместе что для этого нужно собственно говоря ничего вам нужно всего лишь установить на гид пакет который соответствует первый вариант юнит вор контроллер автор вариант асп нет кор контроллер я понимаю название может быть не совсем корректно но собственно говоря где по умолчанию шаблоне установлен первый вариант контроллер автор вариант и вы можете загрузить то есть до установить еще один на вид пакет либо удалить один и поставить другой и в общем то у вас тут на самом деле полностью развязаны руки какой вам подход больше нравится тот больше кто-то твой можете использовать я хочу показать на демонстрации как можно совместить как удалить пакеты как поставить пакеты и как собственно говоря написать крут на медиаторе